Приятного аппетита! Спасибо! С такого ритуала в Видновском детском саду «Солнышко» начинается любой прием пищи, будь то завтрак, обед или ужин. Здесь, как и в любом дошкольном учреждении, где руководство понимает всю серьезность и ответственность своей не только воспитательской миссии, но и другой немаловажной задачи – вырастить к школе здоровых детей, разработке меню уделяется большое внимание. Процентное соотношение должно быть распределение дневного рациона, всего объема пищи между обедом, завтраком, ужином. То есть на завтрак должно приходиться где-то 25-30%, обед – это 40%, и ужин – это где-то 20%. Плюс еще должен быть обязательно либо второй завтрак, либо полдник. Ребятишки в детском саду, привыкая к вкусной и здоровой пище, не только сыты, но и довольны. У каждого есть свое любимое блюдо. Я хочу больше всех кушать гречневую кашу. Суп. Суп. Он полезный? Гречку. А еще что? И суп еще. А хлебушек надо кушать? Кушаешь с хлебушком, да? Борщ. Еще что? Рыбные котлеты. Так. Картошка. Сережа Ништак за обе щеки уплетает все, что приготовлено сегодня на обед. Сережа уверен – будет хорошо есть, вырастет большим. Правильная точка зрения считает врач-педиатр Юлия Межуева. Важен способ термической обработки продуктов, при котором не теряются полезные свойства, и как бы эти полезные свойства не переходят в ненужные для организма элементы. Дети разные, и вкусы тоже разные. И порой невозможно заставить накормить, к примеру, творогом или мясом. Надо, считает наш эксперт, предлагать, приучать к новым вкусам. Ну и, конечно, стараться избегать бесполезных и вредных продуктов. Ведь не секрет, что сейчас даже в школьных столовых можно купить фастфуд. И деньги, данные родителями на карманные расходы, тратятся подростками именно на такие вкусности. Привитие привычки правильно питаться поможет избежать проблем со здоровьем в будущем, во взрослой жизни. А детский сад, школа и, в первую очередь, семья должны стать началом распространения знаний в построении здорового питания. Татьяна Брылова, Илья Адамия, Евгения Петров, Анастасия Нурхонова. Видно.ТВ.